РБК Перм продолжает работу на форуме Redline 2021 в нашей импровизированной студии Дмитрий Втулкин, креативный директор инновационные решения ВК. Дмитрий, приветствую. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Только что выступили, насколько понимаю, даже уже успели пообщаться с другими спикерами, с представителями бизнеса. Какие впечатления от форума? Может быть, какие-то уже новые коллаборации, новые идеи возникли? Ну, насчет коллаборации, наверное, рано еще говорить. Так, впечатления только позитивные. Ребята собрали потрясающий набор спикеров, очень приятные люди относительно темперамента пермяков. Вообще очень много кто говорил хорошего, Кузяев, восхитительное выступление. Очень много того, о чем, мне кажется, стоит в принципе говорить за пределами этого форума, на нем и так далее. Очень много правильных мыслей про важность личного отношения к тому, что делаешь, как минимум. В креативе это особенно важно, то, как ты относишься к тому, что ты делаешь. Сильно определяет качество результата. Есть видение Пермь. Пермь-то двигается в правильном направлении. Есть у Перми желание меняться, развиваться? Я могу сказать, что есть у конкретных людей, которых я видел в Перми. Насчет Перми не знаю. Я не обладаю такими компетенциями, но у конкретных людей я вижу это. А потенциал роста есть здесь креативных индустрий вообще? Потому что мы такой индустриальный город, достаточно долгое время закрытый в свое время был. Все еще промышленный след у нас. Я отвечу, наверное, так. Не знаю, насколько это будет прям близко к ответу на конкретный вопрос, но, наверное, правильно в общей повестке. По крайней мере, сообразно тому, что я думаю. Мне кажется, что потенциал роста креативных индустрий есть везде. Почему? Потому что, во-первых, очень правильные мысли были уже высказаны. Я их повторю. Я думаю, что это будет не лишним, что креатив имеет возможность быть проданным на глобальном рынке и иметь влияние на глобальную экономику, не только региональную, но и гораздо больше. Идеи проникают сквозь любые перепоны, позволяют развиваться технологиям, позволяют развиваться коммуникациям, позволяют развиваться продуктам. Это очень круто, очень важно. Неважно, откуда они родились. Важно, что их продолжают и создавать, придумывать и так далее. Это первое. А второе, что хотелось бы отметить, что благодаря как раз уникальному опыту людей, которые находятся в любой территории, мы возьмем Пермь как пример, допустим, тот опыт, который сформировал людей, которые сейчас здесь будут придумывать, очень сильно отличается у любого опыта в любом другой точке мира. Поэтому их идеи будут другими. И, возможно, тот уникальный симбиоз знаний, который соберется, даст новый прорыв в любой из областей. Какие шаги делать? Ну вот, Redline там, один из таких, одна из ступенек, один из шагов. Что нужно делать дальше, чтобы бизнес понял, что нужно идти, потому что это их будущее, это их будущие деньги, как вы сказали. Это там новая точка роста в их экономике, бизнесе. Что делать бизнесу? Какие-то рекомендации? Блин, это очень сложно. Это очень сложный вопрос, наверное, я так бы сказал. Я отвечу на него так, что нужно не сдаваться, как Кузяев говорил. Но это я со стороны креативных индустрий. Я все-таки занимаюсь креативом, занимаюсь новыми продуктами, занимаюсь инновациями. И мы со своей стороны всегда говорим о том, что мы хотим делать круто, хотим делать много, хотим делать ново. Не так, как было до этого эффективно, с другой стороны. И мы это умеем, и это клево. И я точно знаю, что экономика развивается таким способом. Я точно верю, точнее, что экономика развивается таким способом и таким образом, что в скором времени это станет необходимость. Если сейчас это возможно желание, то когда это станет необходимостью, то мы будем готовы. Вы будете готовы, мы будем готовы, все будет хорошо. А у кого в Перми учиться? Ну, понятно, Москва, Питер, там, конечно, регионы ориентируются на эти города. Но у кого можно учиться из других регионов? Я не могу ответить насчет регионов. Я могу сказать, что надо учиться у тех, кто лучший. Просто на компании ориентироваться, на лидеров рынка. Это вопрос исключительно того, кто вдохновляет. И прикол креатива в том, или креатива, или технологии, или всего чего угодно, что ты можешь применять очень необычные знания в очень нестандартной области. Ну, допустим, мой любимый математик Михайлов, он для того, чтобы решить одну из сложнейших математических задач топономий, взял и изучал санскрит. И он применил знания санскритской грамматики к топологиям и сделал огромное прорывное открытие. Кто мог представить, да? Ну, вы, соответственно, как бы что изучаете? То, что прет, и применять тем задачам, которые есть, не боясь экспериментировать. Я вот сейчас тоже заметил тренд, например, предприниматели очень часто собираются из разных сфер. Вот эти вот некие там мастер-майнды делают как раз, и такие стратегические сессии, когда из разных сфер идею кидают. То есть нужно ли там какому-то крупному бизнесу на своей базе собирать такие истории? Например, здесь, в частном технопарке. Вот у нас есть крупнейший частный технопарк в России. Ну, я думаю, что это просто механика, способ думания над задачей. Павел Львович, у нас сажал цель эту поставить, такую стратегию. Да, должна быть цель, должна быть структурированная информация, должны быть разные точки зрения. Если все это собирается в одном месте, все будет хорошо. Какие отрасли будут меняться? Вот где есть потенциал роста с точки зрения креатива? Где? Это очень хороший вопрос. Может быть, кто-то более консервативный был, и сейчас у них там есть сильнее потенциал. Это… дайте мне немножко подумать. Какие отрасли? Я бы сказал, что если рассматривать технологическое влияние, то технологии цифровизации, интернет, инновации, они влияют на абсолютно все области. И так или иначе, особенно в рамках того, что мы живем в постпандемийную или пандемийную эру, так или иначе цифровизация ведет огромным темпом. Гораздо более, менее прогнозированным, да, есть там, как сильно и быстро росли футтех-сервисы, как быстро люди привыкли к тому, что мы можем общаться в зуме или в ВК-видео или где угодно. И из-за этого мы живем в мире, где все на все влияет, и глобальные платформы, допустим, социальных сетей, как ВК, или глобальные платформы, связанные с действительно тем же футтехом, образованием и так далее, они будут влиять на все области бизнеса, так или иначе с ним соприкасающиеся. Ну вот давайте просто возьмем там, допустим, то, как люди общаются, повлияет на все сферы бизнеса. Если они будут общаться быстрее и эффективнее, все сферы бизнеса выиграют. Поэтому как бы мы работаем чуть на другом уровне. Все почувствуют влияние. Поэтому бессмысленно говорить, что вот здесь мы видим потенциал, а здесь мы не видим потенциал. Мы видим потенциал везде. Вопрос в том, насколько кто готов и хочет это делать. Как я уже сказал до этого, в какой-то момент к этому, наверное, это станет очень логичным шагом, естественным. И если сейчас там мы со своей стороны, у нас огромное количество партнеров, которые видят заинтересованные и видят огромный потенциал в инновациях, в новых решениях, в технологичных базах, в глубоких интеграциях с IT, с креативом совместным, созданием каких-то новых продуктов. Есть такие партнеры сейчас. Есть те, кто будет смотреть и будет заражаться. Есть те, которые до очереди дойдет. Но когда-то это произойдет со всеми. И вот здесь рождается новая проблема, о которой я уже тоже с несколькими спикерами обсудил. Кадровый голод различный. Я не знаю, подтвердите вы нам или опроверните. Может быть, это миф, может быть, на самом деле у нас переизбыток различных идей, которые создают креатив. Есть ли такая проблема и как ее решать? Я думаю, что есть. Я думаю, как бы совершенно очевидно, что я бы сказал, наверное, так, что кадрового голода в классическом понимании я бы сказал, что нет. Почему? Потому что как воспринимаются человеческие ресурсы в классической индустриальной эпохе? Это человек, который умеет делать дело. А сейчас мы ищем людей, которые умеют думать мысль или решать задачу. И оценить потенциал конкретного человека становится все сложнее. И ему надо больше доверять. Нужно больше пробовать, больше экспериментировать, входить в циклы быстрого прототипирования, использовать разные подходы, разные фреймворки. И все время быть в каком-то движении. И люди, которые в этом находятся, так или иначе будут раскрывать себя. Мне кажется, что творческий потенциал, как я уже говорил на лекции, есть практически во всех. Вопрос того, насколько человек это использует и что позволяет ему это делать. Как создать таких людей? Что нужно делать? Нужно ли менять систему общего образования? Каким-то образом в школы добавлять какие-то уроки по этим направлениям? Не могу сказать за все школы. Могу сказать, что... Во-первых, это естественный процесс. Так или иначе это происходит, и так или иначе открыта информация, постоянная взаимосвязь людей. Люди гораздо больше стали общаться. Если говорить о том, как инновации появляются, допустим, инновации, инновации появляются по кусочкам в разных умах всегда. Она никогда не появляется в умном и в уме сразу. Вопрос того, как быстро эти кусочки методом социальных сетей или как-то соберутся. Как быстро мы сможем все элементы этого графа собрать в одном месте. И прикол в том, что в современном мире этот граф собирается гораздо быстрее, и поэтому он будет быстрее образовываться там и так далее. И это будет естественно. Если говорить о том, как на это влиять, верьте людям, которые предлагают идеи, которые кажутся иногда невозможными. Верьте в молодых и никогда не забывайте, что есть такая вещь, как страх изменений. Есть такая вещь, как что очень часто привычное окажется правильным. И это совсем не всегда так. Я всем спикерам задаю этот вопрос. Это глобальный вопрос форума, и его я вам тоже хочу задать. Как на креативе сделать деньги? Я готовился к ответу на этот вопрос, не буду скрывать. Я придумал, мне кажется, хороший ответ. Я готовился к лекции, готовился к ответу на вопросы. Две вещи, которые я сделал, мне кажется, за это утро, потому что я очень рано проснулся. Что, мне кажется, на креативе делать деньги невозможно. Но можно сделать деньги на креативном решении задачи. И прикол в том, что если ты обладаешь креативным потенциалом, ты готов его применять. Ты готов защищать новые решения. ты готов идти с ним, быть храбрым, замотивированным и интересующимся человеком, то ты можешь креативно решить любую задачу, которая принесет тебе деньги. Пусть это создание продукта, создание коммуникации, создание инновации, создание бизнеса. Но на чистом креативе идея ничего не стоит. Но когда мы используем креативный подход, инновационный подход к созданию чего-то другого, это может сделать, соответственно, деньги. Отлично. Спасибо, Дмитрий Втулкин, креативный директор инновационного решения ВК в нашей студии. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Дмитрий.